Субтитры создавал DimaTorzok Иисуса Христа Но давайте я так поступлю Я не буду читать Евангелие А это глава 18, 19, 20 от Иоанна А прямо сразу с вами поговорю о том А давайте я все-таки вот прям по строчкам То есть не зачитаю, а по строчкам с вами обсужу Что же там на самом деле происходило Итак, в главе 18 мы дошли с вами до того, что Иисуса привели к первосвященнику И там началось издевательство над ним То есть его ударил по щекам слуга первосвященника И на вопрос, кто он такой, он ответил, что я сын Божий Тогда первосвященник разодрал одежды И повели его От Каифа повели Иисуса в приторию Было утро, и они не вошли в приторию Чтобы не скверниться, но чтобы можно было есть пасху То есть иудеи, которые его вели к Пилату Считали себя такими святыми, что заходить на территорию Принадлежащую Риму Хотя, в общем-то, вся Иудея принадлежала Риму Но притории, вот как посольство конкретно принадлежит Риму И там исповедается язычество Для Пилата богом является император Ну, они вот исповедают всех этих зевсов И так далее, вы сами все это знаете Вот, и иудеи не заходят на эту территорию Чтобы не скверниться То есть они себя такими чистыми считают Пилат вышел к ним и сказал В чем вы виняете человека, сего? То есть он называет его человеком, сим Хотя уже точно знает, кто перед ним Поскольку, во-первых, у него жена по преданию верующая И она рассказывала Пилату о Иисусе А во-вторых, он ведь тот, кто следит за тем, что происходит на этой территории И он должен был знать всех, кто может возмутить народ И восстать против и Рода Антипы, и Римского императора И, конечно, он уже засылал шпионов к Иисусу Но когда привели, он спрашивает человека сего То есть он пытается им сказать «Зачем вы мне простого человека привели? Что вы от него хотите?» Они сказали ему в ответ «Если бы он не был злодей, мы не привели бы его к тебе» Так, надо разбираться Этот человек почему-то по их понятиям злодей Пилат сказал им «Возьмите его вы и по закону вашему судите его» Иудеи сказали ему «Нам не позволено предавать смерти никого» И здесь появляется понятие, что у них нет пока на него как бы духовного обвинения Потому что по духовному обвинению они могли убить его Помните, как они гнались за блудницей и хотели убить ее? И они бы убили И потом свидетельствовали, что она блудница, нарушает заповеди Божии И оправдались бы Но они ставят Пилата в положение того, что он злодей, но они убить его не могут Значит, злодейство его какое-то государственное То есть просит государство Пилату необходимо разбираться «Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет» Тогда Пилат опять вошел в приторию И призвал Иисуса и сказал ему «Ты царь иудейский» То есть ему кто-то уже до этого доложил, что у Иисуса некая такая вот Значит, история родословная, что его считают царем иудейским И что он въезжал в Иерусалим, вы помните, недавно И его считали царем И Пилат требует от него прямого доказательства Спрашивает «Ты царь иудейский?» Иисус отвечает ему «От себя ли говоришь это? Или другие сказали тебе о мне?» То есть он его спрашивает «Ты слышал об этом? Или веришь, что я царь иудейский?» Пилат отвечает «Разве я иудей?» То есть он отказывается от иудейского такого, значит, поведения, где по слухам можно Кто-то сказал, вывести какие-то своего вывода сделает Нет, он таким образом говорит Нет, я сам знаю, я сам в эту верую И говорит «Твой народ и первосвященники предали тебя мне» «Что ты сделал?» Он к нему уже как к царю обращается «Твой народ», то есть уверенный Говорит, что твой народ и твои первосвященники предали тебе «Что ты сделал такого, что они тебя предали?» Вопрос-то закономерный Ему-то нужно с этим царем сейчас будет разбираться А, в общем-то, Рим тогда захватил огромные территории И царей много под ними были И, в общем-то, Пилат имел право даже с царем разбираться Ему главное было понять Почему они его назвали злодеем И как он должен здесь решить Иисус отвечал «Царство мое не от мира сего Если бы от мира сего было царство мое То служители мои подвязались бы за меня Чтобы я не был предан иудеям Но ныне царство мое не отсюда» Он ставит, конечно, его в тупик То есть показывает, что у любого царя Действительно были бы служители Которые защитили бы его И действительно могли бы, может быть, так сказать Поднять бунт А его приводят народ и первосвященники И это какие же они ему слуги Какой же он им царь? Естественно И Пилат тогда в недоумении Он знает, что он царь Грубо говоря, он чувствует, что он царь Он уже обращается к нему, как к царю Но он вдруг в растерянности А какого же он царства? И Пилат сказал ему «Итак, ты царь?» Он напрямую его уже не спрашивает «Ты иудейский, не иудейский?» Просто «Ты царь?» Иисус отвечал «Ты говоришь, что я царь Я на то родился и на то пришел в мир Чтобы свидетельствовать об истине Всякий, кто от истины Слушает глаза Моего Он Пилату говорит напрямую Что он знает, что он царь Только не понимает, какого царства Только потому, что он истину знает То есть на него истина сошла На него вера сошла Которую Господь ему дал Для понимания того, что он царь Ироду Ой, Пилату Странно понести такую ношу Что как это Бог ему дал знать, что он царь Потому что для него По закону Бог Это император Римский И Пилат От этих слов Как говорится Отвязывается Такого Награды такой не хочет иметь Что ему Бог сообщил, что он царь Тут, вероятно, еще свидетели есть Это вот На картинах пишут Но ведь у Пилата Какие-то помощники Они, может быть, даже записывать Должны были все, что Это Мы откуда-то знаем Вот эти слова дословно Поэтому Пилат Как бы От этого отходя Говорит Что есть истина То есть Не знаю я Твоей истины Ты подожди меня Не ввязывай в себя И сказав это Опять вышел к уйде И сказал им Я никакой вины Не нахожу в нем Вот этот вопрос Пилата Что есть истина Завис на тысячелетия И те, кто Рядом с Христом И хочет Вроде как Говорит, что Все хочет Христа Все время его задает Когда ему говорят Вот это истина Ну что это истина Это вопрос Интеллигенции Так можем сказать Он завис На тысячелетии Еще раз повторяю И поэтому Как хочется Отделаться От того, что Бог тебе говорит Вот я тебе истину Говорю А не Что есть истина Такое положение Но Мы видим, что Пилат действительно Уверует Что он Никакой не царь евдейский Что зла у него Никакого здесь Не предназначается И он им говорит Я не вижу Виды в нем И сразу Он находит Повод Как его отпустить Потому что Есть же у вас Обычай Чтобы я одного Отпускал вам На Пасху Хотите ли я отпущу Вам царя Иудейского Он специально Опять заостряет Что я верю Что он царь иудейский И я вам Могу отпустить Этого царя Иудейского В принципе Здесь бы Они должны удивиться Что как это так Здесь бы Они должны удивиться Что как это так Пилот утверждает Что он царь иудейский Он От лица Римской империи Признает в Иисусе царя И Им оставалось Конечно Его принять Но Что они делают Тогда опять Закричали Все Говоря Не его Но Вараву Варава же был Разбойник Нам говорит Иоанн Варава пришел Тоже под именем Христа И поднял Бунт И его взяли Как будто Бунтовщика Но Варава пошел Другим путем Он не чудесами Завоевывал Вот для Этих Своих сторонников Благо А грабил Богатых Ну как Вот в 17-м году Большевики Поступили Стали грабить Богатых И своим Сторонникам Раздавать их Богатство И власть И у них Сразу много Сторонников Появилось Вот Варава Был такой Разбойник Но они все-таки Говорят Нет Нам вот Вараву Нужно А не Христа Глава 19 Тогда Пилат взял Иисуса И велел его бить И воины Сплетши венец И стерни Возложили ему На голову И одели его В погряницу И говорили Радуйся Царь иудейский И били его Полонитом Пилат опять вышел И сказал им Вот Я вывожу его К вам Чтобы вы знали Что я не нахожу В нем Никакой Вины Тогда вышел Иисус В терновом венце В погрянице И сказал им Пилат Се человек То есть Пилат еще раз Пытается Его им отдать Возьмите его И он опять Но они Распни А он говорит Не вижу в нем Вины Потому что Государственной Нету вины Все Он может Его отпустить Они не доказали Что нет Государственной Вины Но у них Но у них есть Другой ход Им Можно его Убить По религиозным Причинам Они просто Должны Прийти И доложить И тогда Могут Сами Убить Иудеи Отвечали ему Мы имеем Закон И по закону Нашему Он должен Умереть Потому что Сделал себя Сыном Божиим И все Они ему Предъявили Вторую Линию Значит Или Второй способ Убить Но уже Взяв на себя Что мы Обвинители Ты не можешь Обвинить Мы тогда Обвиняем Пилат Услышав это Слово Больше Убоялся Опять Вошел в Приторию И сказал Иисусу Откуда ты Но Иисус Не дал ему Ответа Пилат Говорит ему Мне ли Не отвечаешь Не знаешь ли Что я имею Власть Распять тебя И власть Имею Отпустить тебя Иисус Отвечал Ты не имел Бо надо Мною Никакой Власти Если бы Не было Тебе Дано Свыше Посему Больше Греха На том Кто Предал Мина Тебе Христос Сам развязывает Ему руки Объясняя Что у него Власть Свыше Дана Для того Чтобы Его Отдать Этим Иудеям И Они Грешные Ты Значит Не виноват Они больше Грешные Чем ты У тебя Функция Только Засвидетельствовать Что они пришли Спросить Как Убить Меня И у тебя Нет Ну у него Действительно Не было Возможности Отказать Первосвященники Жаловались Тогда Императору Сказав Что он Тут Бунтовщика Нарушителя Религии А Римская Империя Она Жила Так Она Разрешала Свои Религии Иметь И проповедовать Лишь бы Они Были Не против Римской Империи Не против Императора Пилат Услышав Это слово Вывел Вон Иисуса И сел На судилище На месте Называем Лифастрот А по-еврейски Гафа То есть Он перестал Разбираться Вот таким Тайным образом То ходя К ним Туда К стенам Притории Где они Стояли То значит Опять Ходя К Иисусу И он Захотел Чтобы Все Было Зафиксировано Видимым Образом И вот Он садится На Это Лифастрот Гафу На место Где все Все видят И начинается Открытый суд Тогда была Пятница Перед Пасхой Час Шестой Около Полудня То есть По Пятнице И сказал Пилат Иудеям Се царь ваш Он опять Возвращается К первой версии Что Иисус Царь Поэтому Я В общем-то Могу С ним Если что Что-то Сделать Под Именем Вашего Царя Его Запишу В бунтущики Если Вы сейчас Это Подтвердите Они Говорят Но они Закричали Возьми Возьми Распни 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 Пилат Говорит Царя Левашего Распну То есть Он продолжает Более Для него Понятную Линию Государственного Наказания И Уже Иоанна Распяли Крестители За такое Вот Государственное Первосвященник Отвечали Нет У нас Царя Кроме Кесаря Все На этом Тогда Наконец Он предал Его Им на Распятие И взяли Иисуса И повели То есть Никто из них Не засвидетельствовал Что он Царь Иудейский И никто Не показал Что они Могут За ним Пойти И какое-то Значит Сделать Беду Ну то есть Восстание У Пилата Не было Возможности Его За это Распять На государственном Уровне А он Не распять А отпустить Хотел Но понимал Что он Не может Отпустить Они хотят Воспользоваться Второй Вторым Способом Его убийства Взяв на себя Это убийство За Нарушение Закона Закона Религиозного Закона И он Им отдает Его На распятие И взяли Иисуса И повели И неся Крест свой Он Вышел на место Называемое Лобное По-еврейски Голгофа Там Распяли Его И с ним Двух Других По ту И по другую Сторону И посреди Иисуса Пилат же Написал И надпись И поставил На кресте Написано Иисус Назарей Царь Царь Иудейский Иудейский Не пиши Не пиши Царь Иудейский Но Что он Говорил Я Царь Иудейский То есть Не пиши Что он На самом деле Царь А напиши То есть Им все равно Я не скажу Что там Уж стыдно Но Естественно Если они Распяли Царя Иудейского Первого Священника То они Преступники Перед государством Иудейским А они Его еще И в нарушении Духовного Закона Хотя По иудейским Понятиям Царь И есть Опять Представитель Бог Бог Да Так Давайте скажем Что Первого Священника Не имели Права Обвинить В Преступлении Закона Царя А он Им Вот Эту Вину Значит Поставил Дальше Идет Доказательство Из писания Почему Это должно Было Случиться И как Распинали Его Раздирали Его Одежды И как Его Поили Уксусом Все Это В писаниях Есть И как Не Перебили Ему Ноги Давайте Я тогда Вот Сейчас Пока Остановлюсь И отвечу Заодно На Пару Вопросов Которые Там Задали К Евангелию И к Распятию Одна Женщина Спрашивает Как это Бог Предал Своего Сына В жертву И что За жертвоприношение Такое Кровавое Не С кровавого Приношения Начинается Христианство Второй Вопрос Значит Даже Утверждение Вы носите На себе Орудие Распятия И На Этом Орудие Распятия У вас Находится Мертвый Человек Такой Вопрос И Третье Утверждение Которое Сюда Я Включил Не Надо Бога Обвинять В том Что Он Адама Выгнал В рай Бог Милосерднее Не Выгонял Адама И Вся История Она В этом Плане Неправильная Вот Эти Три Вопроса Я могу Как раз Объединить И Объяснить Объяснив Вам Что За Жертва Была Принесена Господа Иисусом Христом Давайте еще раз вспомним Что мы обсуждали Что Бога Человек Иисус Христос Господь Бог Совершенный В нем Уже От рождения Подошел Поскольку Вошел Дух Святой Значит Бог В него Вошел А человек Возрастал В Боге И имея Бога В себе Иисус От младенчества И мы видим До 30 лет Чтобы Выйти На проповедь Выйди На проповедь Он Три с половиной Года Ходит На проповедь И показывает Что Должен Сделать Человек Который В истине А истина Что такое То что Истяжали Стяжите Духа Святаго Истяжали От Господа Как Обучение Себя Как Помощь В совершенстве Своей То есть Все Что Господь Дает Человеку Желающему Жить В Царстве Небесном Для Его Совершенства И Господь Усовершенствовать Как человек Воспитываясь Среди Человеков Вышел Как Бог Показал Все эти Чудеса И собрал Себе Учеников Должен Был Пройти До Конца Человеческое Совершенство И поэтому Я вам Объяснял Уже Что Вот там Перед Его Арестом Когда Пришли Его Арестовывать Римские Солдаты Оставляет Его Господь То есть Бог Слова Уходит Из Уже Бога Человека Иисуса Христа И высшим Признанием Этого Его Значения Является То что Римские Солдаты Которых Привел Иуда Враги Язычники Они никакого Отношения Не имеют К Христу Когда Услышали Имя Его Упали На колени И поклонились Ему Вот Это то же самое Что сделали Волхвы Когда Родился Христос И три Князи Мира Их называют То есть Вот Три Владельца Такие Духовные Мира Пришли И поклонились Христу Здесь Мы видим Что в саду Кланяются Римские Воины Которые И это Вот Высшее Творение С этого Момента Бога Человек Должен Был Дойти До Совершенства Христос Человек Сын Человеческий Через Что Через Трудности Которые Посылаются Всем Людям То есть Бог В Иисусе Как в мальчике И так далее Претерпевает Какие-то Сложности Но Они Не Совсем Те Которые Может Претерпевать Какой-то Другой Человек Попав В определенную Беду И мы Видим Дальше Что Вот эти Искушения Которые Проходят У Христа Это Как раз То Во что Может попасть Любой Человек И Начинается Его Искушение Не от Того Что Его Распяли На кресте И даже Не отсюда А вот Удара Того Первого Халуя Первосвященника По его Щеке Который Сказал Как ты Отвечаешь Первосвященнику То есть Это Удивительные Вещи Вот такие Халуи Которые Вот так Умеют Пристать И показать Свою Преданность Перед начальником Когда Начальник Стоит Еще Вне Думает Как ты Перед ним Разговариваешь Да что же Ты там Такое Говоришь Да как Ты Мне Отвечаешь Мне Епископ На Совете Епархиальном Последние слова От епископа Я слышал Такие Он Меня Спросил Как я живу Как я делаю Я ему Как бы Подрассказал А Сидят Все тут Священники Все остальное И он им Говорит Посмотрите Он Нас Не боится То есть Вот Вот они Тут все Сидят Я их Должен бояться А я ему Ответил Владыка Я вас Любить Должен А не бояться После этого Мне Сказали Ах так Снимай Одежды Снимай Крест И будем Тебя судить Вот точно То же самое Что сделал Вот этот Ударив По Ланитам Христа Халуй Который Смотри Он Нас Не боится Будешь Бояться Поэтому С этого Начинается Искушение Кого Человека Какого Человека Второго Адама Кем Искушение Детьми Змеи То есть Опять Той же Самой Змеей И Эта Змея Трижды У Пилата Специально Три раза Пилат Заставляет Их Отказаться Что он Их Царь То есть Она Не хочет Его Признавать Человеческая Власть По крови Над ними И Эта Змея Еще и Клевещет На него Что он Нарушает Закон Божий Сыном Божьим Назвался Хотя Они все Сами Говорили Что они Дети Божьи И так Далее Это тоже Удивительно Ладно Не буду Свой пример Приводить Многие Тысячи Святых И многие Тысячи Других Христиан Сами Переживали Все это Но Христос Вот в этом Этапе Буквально Нескольких Дней Проходит Можно так Сказать Морально Физическую Проверку И совершенство То есть Он доходит До полного Совершенства Человеческого Терпит Унижения Оплевания Избиения Жесточайшие Потому что Как его пытали Как это били Вот Значит Нагрузка На тяжести Значит Он Все там Несет И все остальное И Оказавшись На кресте Уже Вот последнее Где он мог Взмолиться Или пока Мере показать Свою слабость Он и там Ее не показывает Да Он говорит Господи Отец Что ж ты Меня оставил Но это как раз Обращение К своему Второму я Богу Который Оставляет Это тело И этого Христа Для совершенства И это Оставление Показывает Нам Что действительно Он Не к этим Обращается Значит Воинам Что снимите Меня Я больше Так делать Не буду Вот Он К Богу Обращается И мы знаем Что дальше будет Они-то Когда он Говорит Жажду Это Это Та же Самое Обращение Хотя Оно и Входит Вот состав Доказательств В писании Дадут ему Значит Но Святые Святые Отцы Говорят О том Что он Жаждет Опять Воссоединения С Господом Вот здесь Это Жажда Так что же За жертвы Приносятся На кресте Вот Кого мы Носим Носим Действительно Деревяшку Которая Значит Ничего Не значит И Труп Человека Так что Так они вроде Говорят Так смотрите А в чем Была Проблема У Бога С Адамом Адам Ева А Ева Это тот же Адам Его Бог Не создавал Это часть Адама Из ребра Из его Сделанной Это как раз Супружество Такое Где Плоть едина Так вот Адам Срывает С дерева Познание Добра И зла Дерево Такое Или дерево Жизни Его еще Называют Плод Познания Добра И зла И грех Его Именно в этом И Жертва Всего Человечества Должна Была Быть Какая Вернуть Этот Плод На Это Дерево На Это Дерево Вот И Поэтому Иисус Христос Распятый На Кресте Это Плод Добра И зла Возвращенный На дерево Жизни Поэтому Это крест Если хотите Разберитесь В этимологии Что такое крест Или Крещение Или Воскрешение Воскрешение Можете Взять Матемологический Словарь И вы поймете Почему мы Называем это Крест Но на нем Что А что хотите Яблоко Мне как-то Привезли Из какой-то Африканской Страны Значит Тоже Икону Где-то Адам и Еву Они держали В руках Апельсин Говорят Банан Где-то Есть То есть Любой Плод Который Символизирует Вот это Плод Что Познание Добра И зла Иисус Полностью Познает Добро И зло Он Делается Совершенным Познав Полностью Все это Добро И зло И показывая Нам Что Таким Плодом Может быть Каждый Он В теле Человеческом Если бы пришел Опять Просто Бог И сказал Давайте Делайте Вот так-то Так-то Я вам Заповедую Они не стали Быть делать Этого И сказали Мы не можем Сделать Так Вот У нас Трудности Нам больно Христос Показал Иисус Что Больно Но терпеть Можно Унизительно Но терпеть Можно Смертельно Но не для тех Кто Не боится Смерти У кого Вечная Жизнь Поэтому Дорогие мои У нас Еще раз Повторяю На груди Дерево Жизни А на нем Плод Познание Добра И зла Тот Который Вернул Христос Богу Вот такая Жертва Все Мы знаем Что никакая Она не кровавая Христос воскреснет И мы знаем Что Все Тут Вот то О чем они думают Никак не осуществляется Никаким образом К тем Языческим Жертвоприношениям Реальных людей Отношения не имеет Но мы об этом С вами поговорим Когда поговорим О Нахождении Христа В гробе И Поговорим О Воскресении Господа А на этом Я останавливаюсь Вот Чтение Этого Евангелия И желаю Вам Возрастать До этого Плода Причем Господь нам Теперь дал Немножечко Другой способ Стяжания Истины Он облегчает Нам Вот эту Задачу Прохождение Вот этих Всех Избиений И так далее Он это уже Все Пронес То есть Нам возрастать Нужно именно В той Стадии Когда он Ходил И творил Добро Людям Все Только Это от нас Требуется Хотя Говорят Что могут И бить И плевать И на вас Все остальное Делают Но это уже Как говорится Участь избранных Таких Святых Мы С вами Тоже Знаем Много Но Достаточно И той Первостепенной Стадии Где Творишь Добро Как совершенный Человек Ради Господа Ради Иисуса Христа В теле его И в церкви Его святой Помоги Всем Господь Здоровья Вам Радости И быть Яблочками Апельсинчиками Бананчиками Кем сможете Помоги Господь Аминь Аминь Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова